История полна загадочных событий, нераскрытых дел, запутанных обстоятельств. Что стоит за блистательными победами и великими свершениями? Кто скрывается за тайными заговорами и сокрушительными поражениями? Ответы на эти вопросы знает Дмитрий Дзибров. Неизвестные подробности, удивительные факты, достоверные источники. Всё это хранится в его секретной папке. 2012 год. На одной из подмосковных генеральских дач ломают старый гараж. Неожиданно в одной из стен обнаруживают тайник, в котором спрятаны два пыльных чемодана с лукописьми. В тот момент никто не догадывается, что это те самые дневники, которые 50 лет назад могли изменить историю страны. В них много страшных тайн, и в том числе тайна прихода Никиты Хрущева к власти. Это были дневники первого председателя КГБ Ивана Серова. А вот это тот самый чемодан, который мы нашли. И в нём оригиналы рукописи. Как раз это вот те самые бумаги, заметки, которые он вёл. Генерал Иван Серов. Доверенное лицо Сталина. В течение многих лет бессменный заместитель Берии. Правая рука Хрущева. Впрочем, этот человек был не только рядом с первыми лицами государства, он и сам вершил историю в её переломный момент. Красный Палач. Иван Грозный. И герой Советского Союза. И тот, кто первым нашёл тело Гитлера в поверженном Берлине. Это всё про него. В середине 60-х на имя Серова в СЦР было наложено жесточайшее табу. Его убрали даже со всех исторических фотографий. Вот, например, во время подписания акта о капитуляции Германии Серов стоит прямо за спиной маршала Жукова. А после 63-го года его с этой фотографией убрали. Оригинал хранится только в семье. Серов умер, вычеркнутый из партийных списков и из истории. Но через 22 года, произошло невероятное, открылись поистине чудовищные подробности борьбы за власть после смерти Сталина. Участник этих интриг, председатель подковёрной борьбы, доверил свои сокровенные тайны дневникам. Смотрите в секретной папке. Тайны кремлёвских небожителей. Как пришёл к власти Никита Хрущёв? Кто и зачем на самом деле начал оттепель? Эксклюзивное интервью для телеканала «Звезда» впервые об отношениях Хрущёва и его верного адъютанта Серова рассказывает сын генерального секретаря Сергей Никитич Хрущёв. Хрущёв и его окружение сделали всё, чтобы фигура Серова навсегда исчезла из советской истории. Но неожиданно в 1971 году Комитет госбезопасности получил данные о том, что бывший председатель занят написанием воспоминаний о своей профессиональной и государственной деятельности. Информация произвела эффект разорвавшейся бомбы. Как это так? Что это он? Свободный человек, что ли? Вышел на пенсию и будет писать всё, что он знает? Власть этого боялась. К Серовским, я бы сказал, попыткам написать мемор отнеслись очень болезненно. Появление дневников Серова испугалась вся партийная верхушка. Чтобы выяснить, о чём пишет старый генерал, к нему внедряли писателей и журналистов. Узнать содержание дневников пытался даже папа Штирлица Юлиан Семёнов. Мы боялись политических последствий. Если бы эта книга была опубликована на Западе, это давало бы возможность ставить под сомнение монолитное единство внутри Советского Союза. Главный герой замурованного дневника Никита Хрущёв. Свой человек Серова в партии, который безжалостно предал его после 25 лет совместной работы и дружбы. В своих мемуарах Серов не оставляет камня на камне от хрущёвского образа освободителей репрессированных и борца с культом личности Сталина. Опальный генерал излагает свою версию о том, как на самом деле начиналась знаменитая хрущёвская оттепель. И даже если какие-то его оценки можно списать на личную обиду, эти воспоминания заставляют по-новому взглянуть на личности и события, про которые, казалось бы, мы всё уже знаем. На закрытом заседании съезда Хрущёв выложил свой доклад о культе личности Сталина с приведением примеров личного свойства, когда он общался со Сталином. А я-то помню, с какой он гордостью в 40-м году показывал фотографию, на которой они со Сталином сидят рядом. 25 февраля 1956 года состоялось закрытое заседание 20-го съезда партии. И на нём Хрущёв делает свой знаменитый антисталинский доклад. Он разоблачает культ личности и впервые говорит о репрессиях. Во всеуслышание звучат цифры. Только за 1937-1938 годы арестовано более полутора миллионов человек и более 700 тысяч, а я слышал, более 800 тысяч из них расстреляют. Кстати, Серов на этом съезде не просто делегат. Он один из авторов Хрущёвского доклада. Парадоксально, не просто многолетний сотрудник НКВД, а замберий сам готовит материалы, порочащие собственное ведомство. Делегаты съезда были повергнуты в шок. По всей стране начались массовые сносы памятников Сталина и требования немедленно начать реабилитацию политзаключённых. Хрущёв стремительно набирал политические очки. За стенами Кремля мало кто знал, что осуждения культа Сталина и амнистия политических были начаты уже три года назад. И автором их был совсем не Хрущёв, а Лаврентий Берия. Сложно поверить, но это факт. Некоторые арестованные Министерством государственной безопасности были освобождены и реабилитированы. Берия сам вызывал маршала артиллерии Яковлева и других и поздравлял с освобождением. Он ведь начал с чего, когда пришёл? Он оказался первым человеком, который кинулся разоблачать только что умершего тирана. И на это был свой расчёт. Что делал Берия? Прежде всего, он говорил о делах Сталина последних лет, тогда, когда Берия уже не отвечал за карательную политику. Не теряя времени даром, уже в марте 1953-го, через считанные дни после смерти Сталина, именно Берия пошёл в наступление. Подписал приказ о пересмотре обвинений в адрес руководства военно-воздушных сил, выпустил постановление об освобождении так называемых врачей-убийц. Кроме того, Берия привлёк к ответственности ряд сотрудников Министерства госбезопасности, как особо изощрявшихся в фабрикации этих дел. Берия стремился к власти, потому что это был сильный волевой человек, достаточно эффективный и опытный управленец, мысли которого, кстати, во многом опережали свою эпоху. И сформированное клише зловещего человека в пенснесс, лук руками по локоть в крови, сексуального маньяка, который ездил по улице и воровал маленьких девочек, это чисто пропагандистская сказка. Такая страшная, ужасная. Замысел был прост. Реабилитируя невинно осуждённых, Берия убивал сразу несколько зайцев. Во-первых, в стране, где репрессии затронули множество семей, он выступал в роли освободителя, что увеличивало его шансы, потеснив Маленкова и Хрущёва, стать руководителем страны. Во-вторых, освобождая из тюрьмы осуждённых чекистов, Берия надеялся получить в их лице надёжных и преданных сотрудников. В-третьих, он привлекал на свою сторону соратников. Молотова, жена которого сидела в лагере, Кагановича, чей брат был оклеветан, и покончил с собой. Берия не понимал другого. Он не понимал, что если он будет акцентировать внимание на последних сталинских репрессивных кампаниях, всё равно рано или поздно дойдёт очередь и до него, как начальника всей госбезопасности. По амнистии, произведённой по проекту Берии, на свободу вышло больше миллиона человек. В отношении 400 тысяч были прекращены дела. Если бы его не арестовали в июне 1953-го, возможно, культ личности на 20-м съезде партии развенчивал бы не Хрущёв, а именно Берия. Итак, сначала Хрущёв кончил Берию. Берию, как известно, из материалов уголовного дела, из приговора вообще осудили, расстреляли, как агента империалистических разведок. Я как-то спокойно это принял. Возможно, я был подготовлен к тому, что Берия вёл себя чересчур вызывающе самоуверенно. Но почему же Серов пошёл против своего многолетнего начальника? Многие в ЦК КПСС были уверены, что он человек Берии, и очень насторожённо отнеслись к решению Хрущёва довериться Серову в этом вопросе. Казалось бы, своей блестящей карьеры Серов обязан именно Берии. Придя на первичную должность в марте 1939 года, в июле он становится не просто начальником второго отдела наркомата, но становится ещё и заместителем начальника Главного управления госбезопасности. Ну, пробыл в этой должности опять-таки там полтора месяца и становится народным комиссаром внутренних дел Украины. Ну, это, конечно, абсолютно такая баснословная карьера фактически за пять месяцев. И, наверное, прецеденту практически мы не найдём. Смотрите далее. Кто уничтожил всесильного хозяина НКВД? Арест Лаврентия Берии. Какую тайну хранил он в своём селье? Летом 1953-го Серов как-то очень быстро отмежевался от своего бывшего шефа, которому был обязан стремительной карьерой. И связано это было не только с опасностью быть арестованным следом. Он и так был в группе риска, как заместитель Берии. Существовала на то и глубоко личная причина. Если бы мне было позволено поразмышлять о внутренней трагедии Серова, я бы сказал, что она заключалась в том, что, будучи направлен в Берииевское НКВД по армейской путёвке, то есть отнюдь не по своему желанию, он так и не стал там своим. Хотя исправно получал воинские награды и звания одно за другим. Но вот факт в подтверждении этих размышлений. В 1953-м, во время яркой Берииевской амнистии, Лаврентий Павлович не стал освобождать людей Серова, осуждённых за злоупотребление в Германии. Возможно, руки не дошли, а возможно, это такая внутрикабинетная демонстрация силы. Мол, смотри, ты у меня на крючке. Серов поступил в том же духе. Если бы не он, арест Берии не прошёл бы так гладко. Будучи на протяжении стольких лет одним из замов, хозяина НКВД, Серов отлично знал, как работает аппарат и как выключить эту систему. Он сделал всё, чтобы люди Лаврентия Павловича не смогли вмешаться в устранение хозяина. Берииевцы были сразу же арестованы, даже за рубежом, будучи в командировках. Охрану Серов разоружал самостоятельно и также лично обрезал провода вертушки в кабинете бывшего шефа. Он был даже готов допрашивать Берих, о чём и пишет в своём дневнике. Но президиум ЦК всё же перестраховался и передал следствие генеральному прокурору Роману Руденко. Вместе с ним Серов по личному указанию Хрущёва две недели разбирал в особом архиве ЦК документы, касающиеся Берии и его отношений со Сталином. Когда Берию расстреляли, Хрущёв приказал нам с Руденко, не привлекая никого, вскрыть сейфы Берии, доложить и по его указаниям составить акты и уничтожить часть материалов. В полуподвальном помещении Кремля было сожжено огромное количество материалов наблюдения за советской и коминтерновской элитой Маленковым, Калининым, Шверником, Димитровым и Вильгельмом Пикком. Среди уничтоженных бумаг была и 261 страница разной переписки о Хрущёме. Хрущёв был достаточно активным исполнителем и даже инициатором многих репрессий, как в бытности его секретарём московского Каркома и комитета в партии, так и в бытности его секретарём ЦК Украины. Всего за год с приходом Хрущёва там было расстреляно более 100 тысяч человек. И все решения об их расстрелах визировались к Хрущёву. Да, он подписывал эти документы. В то время председатель, так сказать, или нарком НКВД, или областного управления приходил к руководителю административному и говорил, вот у меня есть данные на таких-таких-таких-то людей. Они признали, что они польские шпионы, японские шпионы. Завизируйте их арест. Это полагалось. Впервые об отношениях своего отца, Никиты Хрущёва и его верного адъютанта Серова, в интервью «Секретные папки» рассказывает сын Никиты Сергеевича. С конца 90-х годов Сергей Хрущёв постоянно живёт в Соединённых Штатах, редко бывает на родине и практически не даёт интервью российским средствам массовой информации. В некоторых случаях Хрущёв Кот спасал, но очень редко. И он перед 20-м съездом это же сказал. Это всё записано в материалах заседания президиума ЦИК. Он сказал, мы все в этом замешаны. Все. У нас у всех руки в крови. Разобрали много подлейших записок Ежова. Члены Политбюро, секретаря ЦК, наркома внутренних дел СССР, где он ставит вопрос об аресте ряда руководящих деятелей краёв и областей. Были записки с Украины за подписью Хрущёва такого же характера. Видимо, шёл в ногу и не хотел отставать. Он пишет всякие гадости о Кассиоре, Постышеве и других. Не, я больше не могу писать. Нервы не выдерживают. Поработав в Кремлёвском архиве, Серов практически создал Хрущёву новый образ, не запятнанный ни кровью, ни репрессиями. Вот такой лидер мог смело начинать оттепель и оправдывать невинных. Получается, благодаря Серову многие поколения советских и российских людей думают, что амнистии начались при Хрущёве. А главными злодеями времени большого террора были исключительно Сталин и Берин. Эти стереотипные представления ломает дневник генерала Серову, который опубликован вот совсем недавно, 60 лет спустя описанных событий. А вот это те самые оригиналы, рукописный дневник генерала Серова. Продемонстрировать его вам нам любезно позволила внучка генерала Серова Вера. Трудно себе представить, какова была бы реакция, если бы эти дневники увидели свет при товарище Хрущёве и даже позже при товарище Брежневе. После удачно проведённого дела Берии Серов становится для Хрущёва незаменимым, фактически тенью нового главы государства. Серов искренне надеется, что для Никиты Сергеевича он по-настоящему «Свой человек». Знакомы они были ещё с 1939 года со времён работы на Украине, где Хрущёв был первым секретарём ЦК Компартии, а Серов – наркомом внутренних дел. Мой отец относился к Серов достаточно подозрительно. Вы же понимаете, Сталин управлял не через своих представителей власти в республиках в секторе обкомов или секторе ЦК, а через НКВД. Поэтому, думаю, отношения были такие же, достаточно сложные. Но, как мы понимаем, в конце концов, кто-то должен быть от НКВД в республике. И, наверное, Серов с точки зрения моего отца был не худшим выбором. К 41-му году Хрущёв понимал, что Серов для него не просто приемлемый чекист, а человек, с которым он может найти общий язык. И это подтвердилось во время Великой Отечественной войны. В 1942-м Серов помог старшему сыну Хрущёва Леониду избежать военного трибунала за убийство по неосторожности. На одной из вечеринок, соревнуясь в меткости, лётчик Хрущёв случайно застрелил однополчанина. Благодаря Серову дело замяли и репутация Хрущёва-старшего не пострадала. Серов был так, в общем-то, человек, который хотел быть очень близким к Никите Сергеевичу, близким ко всем. Он набивался в гости всё время. Он, так сказать, говорил, бери ванне, чтобы она ходила, то звонила Нине Петровне. Так сказать, вот Светлана дружила с моей сестрой Леной. Он был, понимаете, такой человек очень услужливый, прислужливый. Смотрите далее. Я тебя породил, я тебя и убью. Тост в честь верного чекиста от благодарного Никиты Сергеевича. В 1957 году Серов, теперь уже председатель КГБ, снова поддержал старого товарища. Во время во время так называемого антипартийного заговора Молотов, Маленков, Каганович, Булганин и Ворошилов агитировали членов президиума ЦК КПСС за немедленную отставку Хрущева. Обвиняли первого секретаря в диктаторстве и неэффективной политике. Голоса членов президиума разделились не в пользу Никиты Сергеевича. Семь за, четверо против. Спасти Хрущева мог только пленным ЦК, но забрать делегатов со всей страны в кратчайший срок было миссией почти невыполнимой. Хрущев, что называется, паковал чемоданы. Если бы победила эта группа, то, скорее всего, и Хрущев и Серов просто физически устранили бы так или иначе. Поэтому он это тоже прекрасно понимал. Если Жуков стоял как кандидат члена президиума ЦК на принципиальных антистаминских позициях, то Серов лавировал и, в общем-то, сделал правильный выбор в тот момент, я считаю. Хрущев сумел благодаря Серову, Жукову одержать победу, за что, впрочем, с ними и подкликнулся. После победы над заговорщиками Хрущев не расставался с Серовым даже во время иностранных визитов. Казалось бы, теперь генералу можно подчивать на лаврах, но абсолютная власть вскоре изменила старого товарища до неузнаваемости. В том же 1957-м с поста министра обороны был снят маршал Жуков, к славе которого Хрущев всегда ревновал. Спустя год пришел и черед Серова. После пленума ЦК, где поддержали Хрущева, так он стал совсем неузнаваем. Гонору прибавилось, ничего не скажи неприятного, хотя и правильного. Брежнев-Скириченко прямо извиваются перед ним, чтобы угодить. К разгару оттепели Хрущев благополучно избавился от всех соратников довоенного периода. Серов оставался единственным высокопоставленным представителем сталинско-бериевского НКВД. И очень многим было известно, что Иосиф Исарионович Серову благоволил. Сталин был в очень хороших отношениях с Серовым. Он его уважал. Он с ним практически единственный раз выезжал на фронт. Это показательно во время войны. Такая строчка в личном деле в конце 50-х его обладателя явно не красила. Кроме того, Серов оставался одним из очень немногих людей во власти, кто видел подпись Хрущева под массовыми приговорами и помнил унижение, которым нынешнего вождя подвергал Сталин. Он любил напаивать Хрущева. Не нравилось, что тот вышит рубашки своей, вышиванки, танцует ГПК. Хрущев не вызывал устальное чувство опасности. Ну, дурак вышиванки. Что с него взять? Но дурак-дурак о всех умных перехитрил. И, придя к власти, начал последовательно убирать всех тех, кто помнил его вчерашнее унижение. Серов, который спасал Хрущева и столько раз его прикрывал, сам того не подозревая затягивал петлю на собственной шее. Его слабым местом стала та самая близость к Хрущеву, которая спасла его в 1953-м после ареста Берии. Свой человек Никите Сергеевичу больше был не нужен. Он был своим слишком долго. Хрущев ему это открыто продемонстрировал. Все стали чокаться за моё здоровье и не успели выпить, как заговорил Хрущев. Я согласен с Георгием Жуковым в отношении Ивана Александровича, что он работает хорошо и является отличным чекистом. Но пусть не забывают, что есть и над ним начальство. Если его глаза и уши будут смотреть не туда, разумея, не на Хрущева, то их могут выколоть. А может быть и начальство скажет, как говорил Тарас Бульба своему сыну, я тебя породил, я тебя и убью. Новое окружение главы государства Брежнев, Кириченко и Семичастный с 1957 года активно интриговали против Серова. Конечно, председателя КГБ свалить было не так-то просто, тем более, что комитет при нем наконец-то заработал, прекратил искать мифических внутренних врагов и занялся врагами внешними, вполне реальными. Против Серова был настроен и другие члены президиума ЦК, они давили на Хрущева. Куда этот сталинист? Нужно заменить руководителя КГБ на человека незапятнанного, на человека не из органов. Хрущев в силу своего положительного отношения к нему этому противился. Противники Серова снова подняли так называемое трофейное дело, где имя генерала фигурировало в связи со злоупотреблениями в побежденной Германии. Потом припомнили ему массовую депортацию народов во время войны. Безусловно, самую мрачную страницу в его биографии. И здесь им очень кстати пришлась реакция мировой прессы на поездку Серова в Англию в 1956 году. Он приезжал, чтобы подготовить визит Хрущева. И вот когда этот визит в Англию состоялся, английская пресса его окрестила Иваном Айвен the Terrible. По-английски это не грозный значит, а ужасный скорее. Иван ужасный. Так его в прессе назвали, так он был представлен общественному мнению. Чуть ли не демонстрации были. Он вынужден был драпать из Лондона. Никаких переговоров он вести там не мог. Никто с ним не согласился эти переговоры вести. Смотрите далее. Самый знаменитый крот в истории советских спецслужб. Олег Пеньковский на самом деле работал на КГБ. Ответ на этот вопрос генерал Серов смог доверить только своему дневнику. В конце 58 года естественно не по своему желанию Серов покинул кресло председателя КГБ и был назначен начальником главного разведывательного управления. Внешне это выглядело явным понижением и хотя Хрущев подсластил пилюлю сохранением всех материальных благ, Серову и окружающим было понятно, что грядет и новая ссылка, для которой в руководстве партии лишь ищут формальный предлог. Группа таких деятелей подглядывала на чем бы меня скомпрометировать. К несчастью через 4 года такой незначительный предлог нашелся. Хочу коротко изложить разыгранную провокаторами Шелепиным и Семичастным под руководством Брежнева подлую провокацию в отношении меня. В ГРУ был выявлен предатель, бывший полковник ракетных войск, член партии Пеньковский, он же агент КГБ. В ГРУ выявлен предатель, бывший полковник ракетных войск, член партии Олег Пеньковский. Внимание, он же агент КГБ. В этой фразе из дневника генерала Серова целая сенсация. Олег Пеньковский, несомненно, один из самых известных кротов в истории мировых спецслужб. Стараниями и советской, и западной пропаганды, он возведен в разряд супершпионов, агента сразу двух разведок, и ЦРУ, и МИ-6. Он предотвратил Третью мировую войну, утверждают, на Западе, а на родине он предатель, осужденный и расстрелянный за разношение государственных тайн. И вдруг председатель КГБ и начальник ГРУ в своем замурованном дневнике называет шпиона агентом КГБ, тут есть о чем задуматься. Именно Пеньковский проинформировал американцев, что ракету Советского Союза совсем не так много, как утверждает Хрущев, да и радиус их действия намного меньше заявленного. Пеньковского арестовали 22 октября 1962 года в разгар Карибского кризиса. Результаты расследования КГБ, представленные в президиум ЦК, ставили крест на карьере Серова в военной разведке. В феврале 1963-го его сняли с поста с формулировкой за потерю политической бдительности. Не разглядел шпиона в своем же ведомстве. Утверждалось, что обширная информация, переданная американцам и англичанам, была результатом тесного общения предателя Пеньковского с Серовым и главным маршалом артиллерии Варенцовым. Версия и Пеньковского, и самого Серова, да, была единственная близкая личная встреча, когда Серов провожал жену и дочь в Лондон, подошел Пеньковский, представился, я ваш сотрудник, не волнуйтесь, я буду за ним присматривать, все будет хорошо. Как разведчик, он повел себя абсолютно правильно, пытался выйти на прямой контакт с объектом интересной информации. Но существует и другая версия этой встречи в аэропорту, подтверждающая слова Серову о том, что Пеньковский был заслан КГБ и ему, очевидно, помогали. Основана эта версия на рассказе ныне покойной дочери генерала Светланы. Друг говорит Светлана Ивановна, мы уже приехали в аэропорт, отолетали из Нукова, к нам подходят и говорят, вы знаете, произошла ошибка, на ваш рейс продали два комплекта билетов на одно и то же место, и поэтому можно вы следующим рейсом полетите. В рейсе самолета не было никого проще, нежели чем жена и дочь членов СК КПСС, генерал армии, начальник ИГРУ ГШ, герой Советского Союза. Пеньковский оказался случайно в этом же самолете рядом с ними. Пеньковский случайно начал активным образом искать с ними контактов и к ним приходить в гостиницу. Так или иначе, эпизод общения Крота с семьей Серова за границей был подробно пересказан Хрущеву. Якобы во время туристической поездки в Лондон в июле 1961 года Пеньковский всюду сопровождал жену и дочь начальника ГРУ. Утверждалось даже, что у дочери Серова Светланы и полковника предателя Роман. Никита Сергеевич по понятным причинам был взбешен. Моя мама Екатерина Ивановна, невестка Ивана Александровича, живой свидетель. Мы жили всегда все вместе. И она говорит, что дома Пеньковского она ни разу не видела. ни разу. Если бы он был другом нашей семьи, был бы похож, тем более если бы у него был роман с моей тетей Светланой Ивановной, конечно, это было бы видно. А так абсолютно нет. Его фамилия никогда не упоминалась у нас. Нашлись и более весомые доводы. В том числе Серогу ставился в вину вторичный прием Пеньковского на работу в военную разведку несколькими годами ранее. Того уже отчисляли из управления за конфликт с резидентом ГРУ в Турции, но позже восстановили по личной просьбе маршала Вренцова. Взавурованном дневнике Серов пишет, что этого сотрудника ему буквально навязывали и покрывали сверху, даже когда появилась информация, что он возможный шпион. Ему звонит начальник контрразведки КГБ генерал Тянг Грибан, которому Серов, исходя из его записи, задает прямой вопрос о том, что ваш агент. Кто-то ему замялся и говорит, мне кажется, сейчас агентом не является. Приходит к курирующий игру сотрудник КГБ, начинает убеждать, дайте согласие, чтобы он выехал за рубеж в командировку. А если он там убежит? Нет, не убежит. В поддержку своей версии генерал приводит шокирующую информацию. За 8 месяцев пытаясь установить контакт с иностранной разведкой, Пеньковский совершил 6 инициативных подходов к иностранцам, 5 раз пытался передать секретные документы и 3-жды посещал гостиничные номера в центре столицы под носом Лубянки. А после вербовки он еще долгое время оставался в Москве и не менее 10 раз встречался с женой резидента МИ-6 Анной Чисхолм и все в людных местах. Получается, что на протяжении не менее 10 месяцев КГБ позволял встречаться агенту двух разведок с женой резидента. Поэтому та версия, которую в утвердительной форме выдвигает Серов, о том, что Пеньковский являлся агентом КГБ, исходя из всего этого, наиболее продоподобна. Но многие историки разведки с версией Пеньковский агент КГБ категорически не согласны. Их главный аргумент слишком большие потери ведомства в результате действий КРОТА. Произошел серьезный сбой работы ГРУ, от которого управление еще нескоро оправилось. Я не знаю ни одного из моих друзей, коллег, историков, спецслужб, чтобы вот эту мысль как-то комментировал, кроме как абсурдную. Для меня совершенно очевидно, что это был предатель. В мае 1963 года Пеньковского расстреляли. Серов узнал об этом в Ташкенте, куда был отправлен на унизительную для его возраста и опыта должность помощника командующего туркестанским военным округом по учебным заведениям. Через два года его уволили в запас по болезни, предварительно исключив из партии и лишив всех наград. Все упоминания о Серове, фото и видеоматериалы были официально запрещены. Я считаю, что, естественно, наказание абсолютно неадекватно тому, что произошло. И он очень сильно по этому поводу переживал всю свою жизнь, потому что его, например, лишили звания Героя Советского Союза, которое ему вручили за берлинскую операцию. Окрестности дачи Серово в Архангельском наводнили странного вида люди. Во время ремонта в паркете под коврами обнаружились пазы для проводов от прослушки. А на участке приехавшие как-то родственники застали молодого человека с чемоданчиком, который, сказав, «Я не вор», быстро ретировался. И все же при жизни генерала дневники так и не были обнаружены. Своего часа рукопись дождалась только через четверть века после смерти автора. Может быть, он кому-то и говорил, я, собственно говоря, находятся, просто эти люди не дожили до того момента времени, когда они захотели предать это огласке. Может быть, он устанавливал какие-то сроки, 10 лет, 15 лет после его смерти, 20 лет после его смерти, когда можно было это сделать. И таким образом, вот, собственно говоря, нахождение тайника было утрачено, и поэтому обдружение их произошло достаточно случайно. Спустя полтора года после увольнения Серова пленум ЦК КПСС, организованный в отсутствии Хрущева, находившегося на отдыхе, освободил его от должности первого секретаря ЦК по состоянию здоровья. На следующий день указом Президиума Верховного Совета СССР Никита Сергеевич был отстранен и от поста главы советского правительства. Защитить его больше никто не захотел. Последний верный железный нарком Серов был им же отправлен в непочетную ссылку. Правильно или нет, мне трудно сказать, потому что, с одной стороны, возможно, Серов бы сохранял верность Хрущеву, и в момент отстранения от власти не присоединился бы к заговорщикам в 64-м году, а, может быть, он бы вступил с ними в отношения. Он держался Хрущеву, пока Хрущев у власти. Есть русская пословица, что написано пером, не вырубишь топором. Поэтому никакие попытки недругов моих не смогут унизить меня или склониться перед ними. Не таков Иван Серов. Уже на пенсии в своих воспоминаниях Никита Сергеевич напишет. Серов очень честный человек в своей партийности. И если что за ним и было, как за всеми, так сказать, чекистами, то он здесь тоже стал, ну, жертвой общей политики, которую проводил Сталин. И это вполне искренняя оценка товарища, которую сделал освободившийся от кремлевских пут бывший первый секретарь. И Серов об этой оценке знал. На пенсии они снова общались. Я однажды была на даче у Хрущева, меня дед с собой брал, я его помню, прекрасная его такая фигура, он в каком-то плаще был, с посохом, в шляпе, и он очень увлекался сельским хозяйством, и он показывал, что у него выросло в огороде. Наверное, не так все плохо было в их взаимоотношениях. Постил ли Серов Хрущева за жестокую опалу и практически перечеркнутую партийную биографию? Вопрос риторический. В самурованном дневнике об этом не словит. Серов же чекист до мозга кости, в его книге нет эмоций, только события. Но тем острее чувствуется его внутренняя трагедия, но не стал своим доверием. Был жестоко наказан старым товарищем Хрущева, не был оправдан ни Брежневым, ни Андроповым, ни Горбачевым. Но по сути своей Серов ведь всю жизнь посвятил партии. Был, что называется, идейным коммунистом. Иван Грозный ушел в 90-м году, а через год прекратил существование та партия, которой он служил. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова